здравствуйте друзья я говорил что сидел пару дней в фейсбуке просматривал те сообщения которые мне написали за последние два года и я может быть с десяток из них там copy paste сделал на форум залив точка орг где мы вешаем вопросы вы размещаете вопросы и я иногда если что-то интересное замечу там себе чтобы не забыть туда помещаем и вот десяток вопросов один из них такой был он меня как-то тронул что ли наивностью что ли такой чистотой даже я не знаю но вопрос такой что вот правда ли что в сша жизнь там лучше чем я не знаю россия украине потому что некоторые говорят что лучше а некоторые говорят что совсем наоборот где правда пойти и вопрос этот сложнее чем может показаться потому что зависит да значит чем старше человек становится в жизни имеется ввиду что чем больше опыта жизненного он приобретает есть такие что старше становится опыта не приобретают я я имею ввиду с возрастом с опытом чем старше ты чем опытнее тем чаще на вопрос хочется ответить зависит вот хочется начать со слова зависит безусловно там скажем россия украина с одной стороны и америка с другой стороны это разные миры я могу сказать что и украина с россией разные миры и сейчас это достаточно очевидно стало как если раньше еще можно было сомневаться что сейчас хорошо понятно что разные даже понятно чем так вот если мы говорим про америку что получается америка по дизайну своему это такое капиталистическое такое рафинированное капиталистическое общество это значит что она построена на том что человек сам чего-то добивается он сам отвечает за то что он делает в феодальном обществе феодальном обществе и мы в данном случае имеем ввиду что вы скажем общество там российская там украинская пост постфеодальная россия никогда российской империи никогда не было капиталистическим государством она была феодальным с элементами как конечно капиталистического которые были уничтожены и когда социализм развалился то страна вернулась не к капитализму который там никогда не было к феодализму абсолютно все феодально я не хотелось углубляться в эту сторону я говорил об этом раньше не углублять вот представьте себе жили крестьяне если мы говорим про реформу отмена крепостного права вот вы представьте что жили крестьяне у них был помещик они выполняли какие-то обязанности их там были значит у помещика были тоже свои обязанности никто не умирал с голоду давайте был какой-то порядок и вдруг крестьянину который всю жизнь многими многими поколениями у него был барин который тут решал там материально значит и так далее поддерживал и вдруг на тебе нету барина теперь ты сам должен это же какой стресс колоссальный понимаете это вот такой стресс как ты попадаешь из пиодального общества в капиталистическое пусть даже в развитое капиталистическое такое как вот соединенные штаты где тебя подпирает снизу конечно ты это тоже тут никто не умирает никто не не на улицах никто с голоду не не пухнет и так далее то есть это все прикрыто даже если ты вообще не работаешь но это стрессовая штука поэтому вопрос какой ты чего хочешь ты хочешь чтобы быть прикрытым тут прикрытым там прикрытым здесь прикрытым государство позаботилась там общественной организации там какие-то гарантии чего-нибудь там бесплатная медицина я не знаю бесплатное образование бесплатное то и бесплатное все хотя на самом деле конечно в капиталистическом обществе современном и медицина и образование все достаточно бесплатно то есть грубо говоря так если денег нет тебя все равно вылечит я не хочу сказать что не возьмут денег но если нет значит не возьму и ты чего хочешь или ты говоришь себе я не могу жить в таком обществе где все расписано всем раздали по три копейки даже из общественных фондов много и хорошего ты не получишь ты получишь немного и так себе вечер где я не хочу немного и так себе гарантированного я хочу иметь возможность иметь свободу заработать столько сколько я в состоянии заработать и купить себе то что я хочу купить и не чиновник будет определять какое у меня здравоохранение образование и так далее а я сам на свои деньги вот взял пошел и не сделал и вот в этом разница поэтому нельзя сказать что америка чем-то лучше или там украина россия чем-то хуже это не так это каждый человек для себя должен понять что он хочет и что для него ближе и что для него понятнее конечно есть еще одна грань как бы в американской жизни дело в том что поскольку общество развитое охоте капиталистического допустим тебе хочется феодального чтобы быть прикрытым чтобы вот седлые прикрыты кто-то занять за тебя вот все сделал а ты бы вот только так прикрытенький такой бы жил бы на себя риск не брал и много тебе не надо а немножко тебе дали эта жизнь тоже присутствует потому что общество богатое и она не может себе позволить чтобы люди умирали на улицах и там голодали и так далее есть некоторый уровень вот если человек если человек является легитимным жителем страны тут у него грин карта есть или он гражданин и у него нет денег его содержит государство его содержит и я бы сказал так что в большинстве стран мира работающие люди не получают по такому стандарту как бы не зарабатывают по такому стандарту как здесь например люди которые на пособиях там на социальных каких-то программах так далее то есть у них есть квартирка у них есть автомобильчик у них есть на бензинчик там они кушают хорошо дети в школу ходят может быть не в самую лучшую ну так извиняйте но во всяком случае так они в общем прикрыта а если он еще там где-нибудь на кеш значит кому-то там где-то с ребенком посидел где-то там дом домик подмел помыл где-то грядку скопал ну я к примеру глядишь уже и вообще как бы работать не надо и стимула нет никакого и так далее то есть такая америка тоже существует и это то почему рвутся в европу и в америку рвутся люди там из африканских стран из там стран азиатских и так далее потому что на все готовы и то что для европейца или для американца крайне низкий унизительный страшный стандарт что так жить нельзя вот для людей из других стран которые и мечтать-то о таком не могли хотя они балдеют с этого дела и нормально себя чувствуют и не переживают совершенно не никаких угрызений совести не испытывал поэтому этот стандарт он как бы тоже существует но опять вы должны сказать себе вы кто вы чего хотите вы хотите прорваться чего-то добиться вы из себя что-то представляете такое и у вас недостаточно возможности для самореализации конечно двигайтесь в америку у вас тут будет столько возможностей тут не не то что там из таких стран там и из европы полнороду приезжать потому что там вам не хватает возможности для самореализации если потенциал больше и вы его ощущаете значит ну а если хотите гарантий ну тогда может быть еще куда-то люди у которых есть возможность эмигрировать это часто бывает в силу того что у тебя родственники например или ты там под определенные программы попадаешь там религиозные этнические там сексуально меньшинские там я не знаю там чего и ты можешь сказать я могу в голландию а могу например в сша могу в канаду и вот люди начинают там обсуждать у меня есть школьный приятель который живет в ирландии он преподает в университете и мы с ним там как-то мы его навестили пару дней там пожили у него этом городе лимерик в ирландии и так обменивались там от жизни тут а жизни там и когда он узнал что в соединенных штатах а тогда это еще до кризиса было вклады в банках гарантировались до 100 тысяч долларов на за на одном счету и он так с уважением а в европе этого не было такого там как-то по-другому попроще и он с уважением говорит смотри как у вас больше социализма так с уважением ему нравилось что больше социализма ему нравилось что вот больше из общественных фондов можно получить больше гарантий понимаете америка от европы америка от канады в этом смысле сильно отличается то есть из всех развитых капиталистических стран америка более такая прямолинейно капиталистическая вот не настолько еще либерализированная чтобы уже совсем там ничего не осталось вот кого последний оплот держится по-своему хотя безусловно сдает позиции потихонечку сдает то есть как бы ставится более и более либера так что нельзя сказать я еще раз возвращаюсь к тому что где лучше зависит от человека и от того вот к чему он стремится значит при определенных стремлениях лучше чем в америке ему не будет при других стремлениях хуже чем в америке ему нигде не будет вот хотя в общем то как сказать с другой стороны если он готов жить на пособие и вот так вот и думает где лучше пособие может быть даже в европе лучше пособие кстати я слышал много таких разговоров что день в германии пожирнее пособие или там в англии я не знаю я никогда не сравнивал вот вот этот уровень белфера в той стране или в этой но если ты хочешь работать то конечно в америке хорошо работать зарабатывать вкалывать впахивать вот это дизайн вот этой страны это то что является оптимальным идеальным вот вот эти люди так легко и так натурально проходит пару лет уже он по-русски то с акцентом говорит хоть он влился напитал напитался пропитался и вот у нас на канале часто вот я показываю ребята люди гать неужели за два года можно начать по-русски гриц интонационным таким акцентом можно еще как можно очень можно особенно когда молодые ребята конечно можно так что я думаю что я вот но если не ответил на вопрос да потому что человек находил тебя бы сказал ты езжай или там ты дома сиди но во всяком случае я дал ключ к тому как подойти к решению этого вопроса поэтому если помогло я буду очень рад если нет значит нет ну что теперь делать начни получилось счастливы